На телеканале Север программа Актуальное интервью. С вами Алина Волучейская и поговорим мы сегодня о текущем положении дел в агропромышленной компании Ненецкого округа и о планах развития этого предприятия. У нас в гостях директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин. Анатолий Петрович, здравствуйте. И первый вопрос. Я знаю, что в минувшем году Ненецкая агропромышленная компания достигла определенных успехов в животноводческой отрасли. Расскажите о ваших достижениях. Будем говорить так, что те результаты, которые получили мы в прошлом году, они изменились у нас в лучшую сторону с июля месяца, когда администрации округа были приняты, я скажу, что это беспрецедентные меры по датированию животноводческой продукции. А именно, на один литр молока агропромышленная компания с июля месяца получает 100 рублей дотации при фиксированной цене реализации. Нужно понимать, что основные контрагенты, с кем мы работаем, это бюджетные учреждения, садики, школы, больницы, с кем у нас заключены договора на весь, уже теперь 15-й год. И оставшаяся продукция, которую мы производим, мы реализуем ее в торговой сети города, контрагентов стало намного меньше, чем это было в 2012-2013 году, и в нашем магазине, магазине молоко, который находится в Кармановке. С чем это связано? Во-первых, все люди понимают и уже знают бренд нашей компании, что мы используем только цельное молоко, которое производим на своем комплексе. От животноводческого комплекса до цеха нашего переработки буквально 300 метров. То есть молоко поступает, по большому счету, от коровы сразу на переработку, все перерабатывается, и качество продукции, ну как бы вот, люди уже знают, что это наше молоко, наша продукция. С марта месяца 2015 года к нам перешло подразделение, новое подразделение, это Победа, Оксина, теперь это наше структурное подразделение. Мы с первого марта, люди тоже работают у нас. Результаты 2014 года по сравнению с 2013 годом, весь финансовый год, если в 2013 году у нас убытки были 30 миллионов от всей нашей деятельности, то в 2014 году всего 3 миллиона 200 тысяч. Наше предприятие, оно не только занимается животноводством, ведь у нас еще есть тепличный комбинат «Солнышко», у нас две бригады оленей, в которой в летний период содержатся до 4,5 тысяч оленей. В прошлом году по оленеводству очень хорошие показатели у нас вышли. Мы в убойную кампанию забили 1023 оленя, общее производство мяса 38 тонн, 25 тонн мы сдали на мясокомбинат. В этом году практически мы не продавали мясо населению, это связано тоже с системой дотации, которую нам предложил округ. В цифрах это говорит так, если бы мы на мясокомбинат первой категории сдавали по цене 135 рублей килограмм, то дотации у нас были 196 рублей. То есть общая цена реализации с учетом дотации вышла за 300 рублей, при себестоимости 240 рублей. То есть прибыль по финансовому году, у нас здесь есть одна такая техническая неполадка, будем говорить, мы еще не получили дотации за мясо оленеводства. И они уже перейдут на 2015 год. Если бы они были получены вовремя, то прибыль от двух бригад оленеводства составила бы 3,5 миллиона. До декабря 2014 года нашим структурным подразделением являлся ресторан «Арктика». Мы на предприятии все говорим, что слава богу, у нас его сегодня нет, это было убыточное подразделение, но тоже выполняли какие-то определенные задачи. Но вот как получалось, так мы и работали. По 2014 году прибыль от всей животноводческой продукции составила с учетом дотаций 33 миллиона. У нас утянуло растеневодство, утянуло ресторан «Арктика», и по растеневодству сработали хуже к 2013 году в связи с погодными условиями. Мы заготовили 21 центнер кормовых единиц к уровню 2013 года минус 4%, но своих кормов нам хватит, потому что в предыдущие годы мы всегда заготовили переходящий фонд, и кормов нам на зимовку хватит. Здесь у нас обеспокоенности нет. Что мы делаем для того, чтобы наше животноводство было стабильно? Это основное направление предприятия. И на предприятии все понимают, что только то молоко, которое производится в ГУПе, оно основное, мы основной поставщик в городе. Значит, в конце 2014 года мы приобрели через лизинговую компанию нашу три новых рулонных пресса, три новых косилки, три новых волковых грабли. Это в каждое звено. Но тогда мы еще не понимали, что у нас будет Оксина. Оксина пока будет работать на той технике, которая у них есть. У них нормальная, хорошая техника, поэтому мы надеемся, что там проблем не будет. Эта новая техника будет работать уже в заготовке кормов 2015 года. В 2015 году куплено три новых трактора МТЗ-82, то есть каждое звено получит по новому трактору. Для работников животноводства, для доставки людей на комплекс мы купили в этом году новый автобус. Сейчас вот он регистрируется в ГАИ, буквально в ближайшее время выйдет на линию, будет работать. Также вот последних три года для увеличения кормозаготовки, чтобы вовремя качественно готовить корма, мы проводим подсев многолетних трав на площади 200 гектар. Ежегодно в этом году мы будем подсевать немножко больше количества, потому что закуплено и уже привезено в Наринмар 4 тонны многолетних трав. И одну тонну купили мы двулетней травы, это доник желтый. Для нормальной технологии, правильного подсева, внесения удобрений, мы купили в этом году две новых селки и два разбрасывателя удобрений. Вот сегодня такая хорошая весть, наши машины грузятся в Усинске, мы купили вагон минеральных удобрений 70 тонн и 700 гектар весной мы будем подкармливать, будем вносить удобрения на многолетних трав. Здесь уже оксину у нас включено. То есть я думаю, что мы обеспечим кормами на зимовку 2015 года свое животноводство. Если их называть цифры по животноводству, к уровню прошлого года, 2013 года, увеличение валового надуя на одну фражную корову у нас за 200 литров, 120 тонн. В 2015 году, здесь нужно отметить, конечно, работу всех животноводов, начиная от операторов машинного доения и зоотехниками, начальника животноводческого комплекса, мы немножко пересмотрели нашу работу. И отелы у нас проходят именно в зимний период, основная масса отелов. Это делается для того, чтобы основная масса молока у нас была зимой. Мы испытываем небольшие трудности в летний период с реализацией нашей молочной продукции, а в зимний период нашей продукции катастрофически не хватает. Для примера на сегодня мы позволяем себе реализовывать в розничную сеть всего 200 килограмм творога. Остальное все уходит в садики и школу. Ну вот как раз-таки заговорили про творог, его действительно не хватает, а связано ли это как-то с нехваткой сырья? Ну да, мы не можем из одного литра молока произвести очень много продукции. То есть те заявки, которые у нас, и те договора, которые... Первое, что у нас изготавливается на нашем цехе, это, понятно, бюджет, это садики школы. И там у нас творог, масло, сметана, сливки, молоко выполняются в первую очередь. А остатки молочной продукции перерабатываются, продаются вот в таком виде. Сегодня нужно еще понимать то, что дотации, те, которые нам дает округ, они рассчитаны под все виды молочной продукции, под каждый вид. И здесь уже как бы выбор наш, какой продукции больше произвести, с наименьшими затратами. Вот поэтому, да, мы понимаем, что творога в городе нет. Это постоянное, будем говорить, нарекание на нас. Кроме нашего магазина сегодня, в других торговых точках наш творог не продается. Связываем ли какое-то увеличение реализации творога на будущее? Да, связываем. Разговоры по присоединению Оксина к Ненецкой агропромышленной компании шли давно. Теперь это случилось. Значит, что планирует агропромышленная компания сделать в Оксина? Это кропотливая работа, за один день это не сделается. Но мы рассчитываем к началу 2016 года, что в Оксина будет вдвое увеличено поголовье коров, то есть вдвое увеличится поголовье крупнорогатого скота, и вдвое увеличится производство молока. То есть если сегодня у нас Оксина производит в день 560-600 литров, то мы рассчитываем, что там будем иметь тонну-тонну 200 сырья. В город воду мы возить не будем. У нас при встрече с коллективом Оксина, с руководством агропромышленного комплекса, те обязательства, которые брала победа перед Оксина, Хангуреем и Каменкой, будут выполняться. То есть вся молочная продукция, по тем видам, какие там были, они будут также производиться. В город мы будем производить только творог и масло. А в городе будем увеличивать производство сметаны, сливок и остальной продукции. А сколько сейчас поголовье в Оксина? В Оксина на сегодня донят коров 39. То есть планируется, что их будет в окно? Мы планируем, что там их будет в пределах 90-100. Для этого мы в летний период там будем проводить реконструкцию на ферме. Мы уйдем от переноса молока в бачках, мы сделаем там молокопровод. И 2 апреля я выезжаю в Архангельск для того, чтобы решать вопрос о приобретении модульного цеха переработки молока. То есть там нужно изменить немножко. Это видение на агропромышленной компании. А чем хорош этот модульный цех? Модульный цех – это, во-первых, увеличение производства. И в тех помещениях, в которых сегодня находится переработка в Оксина, переработка, увеличение молока в два раза будет проблематичной. Хотя в свое время Оксина тоже имела 80 голов и также перерабатывала. Но я думаю, что в 21 век нужно делать и условия труда для рабочих. Я еще знаю, что в Тельвиске у вас планируется построить телятник. Идет его строительство? И вот как этот телятник тоже поможет увеличить объем производства молока и молочных продуктов? Тельвиске и строительство телятника еще не идет. Значит, при моей встрече с губернатором округа Игоря Викторовича в прошлом году, в марте месяце, было принято принципиальное решение со стороны Игоря Викторовича. И я считаю, что это правильная позиция. Значит, в округе давно шли разговоры о реконструкции и строительстве нового животноуческого комплекса в поселке Факел. То есть все поголовье должно было находиться там. Я всегда был противником этого. И вот то, что сегодня... Та работа, которая ведется, я думаю, что она правильная. Сегодня разрабатывается ПСД на строительство телятников в селе Тельвиска, где будет содержаться 700 голов молодняка и нителей. Следующий этап будет тоже разработка ПСД и реконструкция коровника на факеле. Если у нас сегодня там дойное стадо 306 голов, мы больше просто его не можем содержать, у нас нет места. То после этой реконструкции на факеле будет содержаться 500 дойных коров. При хозяйственном подходе, я думаю, что сегодня мы дуем 4,5 тонна молока, будет 7 тонн молока. Тогда уже будет совсем другая картина, конечно, и по выпуску нашей продукции. Так, сейчас, секундочку. Мы про оленеводство уже говорили, да? Может, немножечко поподробнее, где вот... Сейчас, секундочку. Дима, продолжаем, да? Ага. Анатолий Петрович, ну вот вы говорили о том, что у вас есть не только... Извините. Животноводство у нас есть, оленеводство. Значит, две бригады. Нет, давайте еще раз вопрос. Сейчас, секундочку. Все, Дима, пишем, да? Анатолий Петрович, вот вы говорили, что у вас не только есть животноводство, растеневодство, но еще есть и оленеводство. Вот где находятся ваши поголовья оленей и собираетесь ли увеличивать вот эти вот стада? Значит, за последних три года показатели, если по увеличению поголовья, у нас в 12-13 год уже не было снижения, то в 14-м году у нас поголовье оленей увеличилось на 120 голов. Значит, бригады наши находятся в летний период, они подсутся в малоземельной тундре, за Хангуреем, а в зимний период это в районе села Коткино. И убойную кампанию мы тоже проводим в селе Коткино на убойном пункте мясокомбината. Как я уже говорил, вот по тем цифрам, которые мы достигли в этом году, я считаю, что показатель неплохой. Оленеводы у нас в основном, это знаете, это уже династии. Это такие семейные сильные династии, там две бригады, которые вот первая бригада, Митрофан Федорович Семяшкин, очень заслуженный оленевод, я считаю, по всем тем показателям, которые я видел. Сегодня бригаду принял сын. А во второй бригаде у нас, бригада Аркадия Николаевича Канева, там оленеводы, вся семья тоже Семяшкина. Поэтому увеличение, вот трудность это увеличения, наверное, не в том, что как это увеличить по голове, а кто будет пасти, как будут пасти. Главные вопросы сохранности оленей. В прошлом году, вот, что мы смогли сделать для наших оленеводов, в прошлом году в обе бригады были куплены на Остангохода и Маха. Мы в прошлом году смогли купить им два брусовых домика. Один уже стоит в одной бригаде, во второй, сейчас в марте поедем будем ставить. Те заявки, которые нам поступают от оленеводов, ну, выполняются практически без проблем. Руководит у нас оленеводством Аркадий Николаевич Вокуев. Вы знаете, очень ответственный хозяйственный человек. Здесь, ну, вот сегодня, вот в том виде, которое оленеводство есть, я думаю, что у нас есть куда расти, но увеличить поголовье там в два-три раза, пока это нереально. Пока не будут найдены люди, которые пойдут в тундру. В тундру, кто попал, прийти не сможет. За последних вот пять-шесть лет у нас пришли двое молодых ребят, работают. А так уже возраст оленеводов 44 года средний. То же самое и в животноводстве. Вот я вам скажу так, у нас среднегодовая численность рабочих была 245, в связи с тем, что у нас ресторана не стало, стало 210 человек. А в сельском хозяйстве работать, ну, раз могут те, кто его любит. Потому что, понимая зарплаты Ненецкого округа, я скажу так, что зарплата в агропромышленной компании начисленная средняя зарплата 35 тысяч рублей. Хотя у нас нет ни задолженности, ни перед кем, но расти есть куда, но в один день и увеличить производство в один день в сельском хозяйстве, это просто нереально. Это труд очень долгий, кропотливый. И требует отдачи от каждого человека. То есть вот один человек на животноводческом комплексе где-то сработает плохо, там некачественно сработает, уже минус по молоку. Вот попадает, понимаете, при кормлении вроде бы во время кормозаготовки все смотрим за этим, вроде качество хорошая корма. Но вот такая у нас на севере непредсказуемая погода, что нет возможности у нас заготовить идеальный корм. Один плохой ролан сеновый на комплексе минус 100 литров молока. Вот это всё живое. Сельское хозяйство — это вообще живой организм, который требует ежедневного, ежеминутного труда и заботы. А вот я знаю, что этим летом была проблема, да, с носиной костью, что не хватало травы. Сколько у вас тонн заготовлено на этот год? Уровень 2013 года мы заготовили 94% от потребности наших кормов. Если говорить это простым языком, то у нас корма должны были кончиться в мае месяце. Но в связи с тем, что в 2013 году мы смогли заготовить переходящий фонд, это 7% от заготовки, это 450 рулонов, нам до июля месяца кормов хватит. Вот поэтому мы на этот год и покупаем снова и удобрения, и покупаем семена, чтобы... Ну, только бог знает, какая будет погода, но есть хорошая пословица, но бог надеясь, и он сам не плашает. Поэтому мы готовы к тем вызовам природы. Будем работать. Я думаю, что всё будет нормально. Ну и давайте немножечко расскажите нам о ваших планах на этот год. Чего хотите достичь? Может увеличить производство, количество производимой продукции или добавить что-то новое в линейку? Какие планы на 2015 год? Ну, 2015 год — это, понятно, продолжение реконструкции тепличного комбината. Мы понимаем, что она в этом году не закончится. Дай бог, чтобы первый огурец снова теплиться был в 2016 году. Хотя в 2014 году на тепличном комбинате в осенний период была проведена большая работа, мы полностью заменили весь грунт. Вот сегодня огурец, который уже высажен в теплицу, уже в грунте, и в конце марта мы уже получим первые килограммы урожая. Я думаю, что не будет той ошибки, которая была в прошлом году. А именно предприятие не может приобрести базамид-гранулят. Это для обработки почвы. Не из-за того, что у нас нет денежных средств, мы бы их нашли все равно. Его просто нет в производстве, он снят. Поэтому вот таким путем мы пошли, мы полностью заменили грунты. В животноводстве, ну, наверное, это цель не только директора, а всего коллектива. Мы должны вернуться к 2010 году и надоить на корову 5000 литров. В 2010 году агропромышленная компания надоела на корову 5000 литров. В этом году мы надоели 4800. Хотя прирост к уровню 14-го, а 2013-го года у нас тоже 200 с лишним литров. И предпосылки к этому есть. Увеличить поголовье дойного стада на факеле мы не можем. Хотя возможность, и у нас и нетели вырастают, у нас просто некуда ставить скот. Ну и самое главное, наверное, это наша мечта, и мечта и меня как директора, и всего коллектива, чтобы мы в этом году провели конкурс. Всё-таки к концу апреля, в начале мая, получили проектно-смертную документацию и начали строительство телятников в Тельвийске. Я думаю, что вот тот коллектив, который сегодня в Тельвийске есть, я бы уверен даже в этом, что он справится с теми задачами, которые мы будем ставить перед ним в будущем. Технологии будут совершенно другие. То есть там не будет такого ручного труда. Но поголовье увеличится. Если на сегодня у нас в Тельвийске молодняка стоит 300 голов, то будет их 700 в два раза. Тогда уже второй этап, я думаю, это будет уже, он будет безвыходной ситуацией, чтобы реконструкция прошла на комплексе, и 500 голов мы там имели. Агропромышленная компания имеет достаточно заливных лугов, чтобы иметь свои карманы, завозить их изгне. Те полевые работы, которые мы уже начали, будем проводить, я думаю, через 2-3 года мы без проблем будем при любой погоде обеспечивать себе карманы. Спасибо, Анатолий Петрович, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был директор агропромышленной компании Нинецкого округа Анатолий Чудочин. Это было Актуальное интервью. Всего вам доброго.